Накануне президент России Владимир Путин в Кремле провел заседание Государственного совета Российской Федерации по теме «Государственная аграрная политика. Эффективное сельскохозяйственное производство и развитие сельских территорий». В заседании принял участие губернатор Тверской области Игорь Рудене. Все подробности в первом материале выпуска. С 2020 года в России начинается реализация новой государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая направлена на развитие жилищного строительства и благоустройства на сельских территориях, рынка, труда на селе, инженерной и транспортной инфраструктуры. Общий объем финансирования госпрограммы в 2020-2025 годах около 2 трлн 300 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета триллион рублей. Как было отмечено на заседании, все регионы начинают активно подавать заявки для участия в программе. И Тверская область не исключение. Прежде всего это инфраструктура, дороги, фельдшерские, акушерские пункты, это школы. Для нас интересна культура, спортивные сооружения и спортивные учреждения, многофункциональные центры, которые сегодня были бы актуальны с точки зрения такой компоновки функционала для наших сельских жителей. Это устойчиво радио сельских территорий, прежде всего наши граждане, качество жизни в сельской местности. И мы считаем, что это является приоритетом, особенно для таких регионов, как Тверская область. Губернатор Игоруденя совместно с главой Калининградской области Антоном Алихановым выступил с инициативой по поддержке крупных звероводов и снижение для них ставки НДС до уровня 10%. В комплексе с повышением эффективности таможенного регулирования даст результат по добросовестной конкуренции на нашем рынке. И наши звероводы, производители продукции, звероводческие отрасли не снизят долю реализации на нашем внутреннем рынке. Но и более того, будут иметь дополнительные возможности конкурировать на внешних рынках. В настоящее время Тверская область является лидером России по производству пушнины. Основные виды разводимых зверей в регионе – это норка, соболь, хорь, лисица, шиншилла. Верхняя Волжья – единственный регион в стране, где сохранились предприятия системы зверопрома СССР. В ходе заседания также обсуждались вопросы, связанные с агроэкспортом подготовки кадров для АПК, производственной безопасностью, государственной мероподдержки сельских тружеников, их семей, повышение эффективности земель путем усиления работы по воду в оборот земель сельхозназначения, реализация в отрасли нацпроекта малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. После совещания губернатора Горуденя в Кремле присоединился к новогодней акции «Елка желаний». Среди пожеланий детей из Тверской области интерактивная кукла «Машина на аккумуляторе», детский спортивный комплекс для занятий дома, робот на пульте управления.